Привет, друзья! Ну вот, наконец, мое летнее путешествие на теплоходе Константин Симонов из Москвы до острова Валаам и далее через Мандроги в Санкт-Петербург подходит к концу. Если кто-то из вас пропустил фильмы этого сериала, я даю ссылку в описании на начало просмотра под этим видео. Итак, напоминаю, что в предыдущем фильме я рассказал об Александро-Невской лавре. И вот от восточной окраины Невского проспекта я прошел мимо Казанского собора и оказался у памятника Великой Императрицы Екатерины II. Это такое замечательное место для отдыха после долгой прогулки. И вот я сижу на скамейке и думаю, весь вечер свободный, спешить некуда. Правда, конечно, голова переполнена впечатлениями. Но Санкт-Петербург-то это такой уникальнейший огромный музей под небом. Здесь, где не остановишься, везде история в памятниках. Будь это хотя бы мосты или каналы, да и вообще все здания и огромное количество памятников. Да и думаю, памятник Екатерины II сниму на видео с разных ракурсов. И вот, посмотрите, здесь представлены все основные фавориты императрицы. Почему я решил снять этот короткий сюжет? Да потому что я вообще-то увлекаюсь историей. У этого памятника я был несколько раз во время предыдущих поездок в Санкт-Петербург. И меня все время интересовала именно эта галерея скульптур. Фаворитов Великой Императрицы, объединенных в единое целое. Вот и сейчас. Дай, думаю, сниму на память, а там разберусь, кого знаю, кого нет. И, разумеется, прежде чем выложить это видео в интернет, я кое-что почитал в исторических справочниках. Так вот, площадь, на которой находится памятник, это площадь Островского. А раньше она называлась Александрийской. Ну, а вокруг памятника сад, который так и называется – Екатерининский сад. За памятником находится Мариинский театр. Памятник был открыт еще в 1873 году по случаю столетия восхождения на престол Екатерины II. Его авторы – художник Михаил Микешин и Александр Опекушин. Строили этот памятник более десяти лет. Вокруг пьедестала расположены девять фигур. Фельдмаршал Петр Румянцев, Задунайский. Григорий Потемкин и Александр Суворов. Они обращены к Невскому проспекту. Поэт Гавриил Державин. И президент Российской Академии Екатерина Дашкова. Князь Александр Безбородко. И президент Российской Академии Художеств Иван Бецкой. Полярный исследователь и флотоводец Василий Чичагов. И государственный деятель Алексей Орлов-Чесменский. Этот памятник имеет сходство с памятником, посвященному тысячелетию России в Новгороде. Похож он потому, что авторы те же самые. Существуют интересные легенды, связанные с этим памятником. Одна из легенд – это то, что под памятником зарыты несметные богатства. Дело в том, что при закладке памятника, а это на самом деле так и было. Где-то об этом было даже написано. Так вот, при закладке этого памятника одна богатая дама сорвала с пальца перстень и бросила его в котлован. А ее примеру последовали многие другие дамы. Хорошо жилось тогда на Руси, не правда ли? В советское время власти хотели провести раскопки в этом месте, в Екатерининском саду. Но дальше кабинетных разговоров дело так и не пошло. Памятник Екатерине – самый несчастный в городе. С него постоянно пропадают скульптурные детали. Так, говорят, население культурно забирает. Бронзовые цепи, ордена, шпаги. А даже осколки стеклянных бутылок реставраторы обнаружили на голове императрицы. Даже такое дело было, представляете? Однажды Екатерина была замечена в тельняшке с бутылкой в руке. Это подвыпившие матросы позабавились так. Вот такие дела. Знаете, я в детстве, будучи еще пионером, а было это в середине 50-х годов, был под впечатлением от фильма и до сих пор меня посещает это чувство. Это художественный фильм «Два капитана». И у меня в памяти и в моем подсознании два актера. Это Александр Михайлов и Ольга Заботкина. Они всегда в моей памяти о детстве. И они исполняли роли Саньки Григорьевой и Кати Татариной в этом художественном фильме. Я считаю этот фильм самой лучшей постановкой, кинопостановкой романа Каверина «Два капитана». Я еще в то время, конечно, не знал фамилии этих актеров, а узнал позже, потому что память заставляла этим заинтересоваться. Так вот, оказывается, что Ольга Заботкина тоже выступала в балетной труппе Мариинского театра в разных спектаклях. И она также ходила в театр на спектакли и репетиции этим путем, этой дорожкой. Да, оказывается, как говорят, мечтать не вредно. Идешь по этому тротуару, и дух захватывает. Дух времени, образы, лица. То, что я видел на сцене, все-все это окрыляет душу, питает ее особой энергией. Возможно, я немного фантазирую, но, поверьте мне, все это я чувствую. Обойдя театр слева, я решил пойти в театральный музей, который относился к этому театру. Посетителей никого. Не странно ли? А ведь там было очень интересно. Я решил не вдаваться в подробности о посещении этого музея, поэтому даю здесь несколько фотографий. Вот, взгляните. А выводы делайте сами. Это раритеты. Живые свидетели того ушедшего времени, которому сопутствовали восторженные крики «Браво!» и горячие аплодисменты, переходящие в бурные овации. Да и кто знает подробности и тайны артистической жизни всех этих великих артистов. Поэтому даже то, что лежит сейчас под музейным стеклом, чуть-чуть приоткрывает нам общую картину того времени. Ну вот, друзья, наконец, на этом я решил закончить свое путешествие под названием «Круиз на остров Валаам из Москвы». И напоминаю, чтобы посмотреть весь этот фильм с начала до конца, смотрите ссылку в описании под этим видео. Также хочу сказать, чтобы вы все понимали, что я встречаюсь с вами регулярно по вторникам и пятницам еженедельно. Вторник – это встреча в формате ведущего журнала, где я рассказываю вам о том, о сём, в области музыки, да и вообще о разном. А в пятницу слушайте мои музыкальные видеоработы. Как всегда, я не прощаюсь с вами, а говорю, скоро увидимся, пока-пока. Да, чуть не забыл, подписывайтесь! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!